Если пандемия нарушила ваши планы, не отчаивайтесь. В Ростовской области есть действительно много достойных для отдыха мест. Наше излюбленное место это Азовское море, Павла-Чаковская коса. Это настоящий рай для малышни. Только представьте себе, вы отпускаете своего ребенка, а ему до самого горизонта воды по колено. Им очень нравится плескаться в воде, отдыхать там с друзьями. А тем временем взрослые могут освоить кайтсерфинг или виндсерфинг. Чем мне нравится Азовское море, что там всегда отличная погода. Преимущество косы в том, что когда вы приезжаете, если на одной стороне дует ветер, на другой стороне всегда тишь и благодать. Так что вы точно отлично отдохнете. Сейчас самое идеальное время для Азовского моря, потому что вода уже достаточно прогрелась, но еще не зацвела. Поэтому никаких шучков, зелени, тины там сейчас нет. Смело ещайте и отдыхайте. Есть инструктор по виндсерфингу и кайтсерфингу. Можно взять в аренду оборудование. Есть кафе, они работают сейчас на вынос. Есть турбазы, но нужно согласовывать насколько возможно. там сейчас отдыхать в связи с непростой ситуацией. Если у вас с собой палатка, то вы можете расположиться, не доезжая до Павла Чаковской косы на диких пляжах. Там вы будете встречать закаты и рассветы, наслаждаться шумом волк практически в одиночестве. Места очень много. Недалеко от Павла Чаковской косы есть Чумбурка, а там людей вообще нет. Но пляжи не такие благоустроенные, очень много ракушек, можно пораниться. Поэтому с детьми туда ехать я не рекомендую. На другой стороне Азотского моря мой любимый город Таганрог. Мне нравится гулять там в любое время года. По скверам, по улочкам, по набережной. Сразу окунаешься в атмосферу Антона Павловича Чехова, Фаина Раневская и полностью перезагружаешь свой мозг. Если вам повезет и будет дуть правильный ветер, то вы сможете даже искупаться. Если не хочется далеко отъезжать от Ростова, хотя мы отъехали всего на 40-60 километров, можно отдыхать и недалеко от города, например, на Соленом озере. Мы туда уже съездили и убедились лично, что действительно завозится песок. Вырубили практически весь камыш, реставрируют скамейки, ставят новые урны, расширяют парковку. По всей видимости, это будет достойным и комфортным местом для отдыха ростовчан и батайчан. Есть еще одно место, где мы любим бывать. Это пляж Каррера на Западном. Там есть лебедка, так что тоже можно освоить активные водные развлечения для желающих. Есть пляж, можно позагорать, но с детьми не самое комфортное место. И пока не знаю, как оно работает в этом сезоне. Идем дальше. Старочеркасск. Это место я тоже очень люблю. Можно и прогуляться по самой станице. Она очень красивая, приятная, атмосферная. И можно искупаться в Дону неподалеку. Там тоже прекрасные чистые места. Если вы уже освоили все, что находится в ближайшем 20-40 километров от Ростова-Дону, можно двигаться дальше. Это Пухляковский. Хутор Пухляковский мы посещаем традиционно дважды в год. Это на праздник Донской Лоза и на Масленицу. Ездим туда большими компаниями с детьми и отлично проводим время. Когда подъезжаешь к хутору Пухляковскому, открывается великолепный вид на излучину Тону. Очень красиво. И когда спускаетесь вниз, тоже великолепные чистые, пусть и небольшие пляжи. Можно отдохнуть, искупаться, хорошо провести время. Есть здесь также и Затерянный мир, этнографический музей. Он достаточно большой, интересный для взрослых, особенно для детей и подростков. Поэтому будете в этих краях обязательно его посетить. Едем дальше и отправляемся на Маноч. На Маноче, вот в этом сезоне тоже еще не были, но это отличное место для тех, кто любит рыбалку и отдых в палатках. На выходные вполне можно себе такой праздник устроить. Самая отдаленная точка или одна из самых отдаленных точек Ростовской области – это Волгодовск. Там можно купаться во многих водоемах, и в Дону, и в каналах, в карьерах, в водохранилище. Люди купаются абсолютно везде, где только возможно. Наше излюбленное место для купания – это Романовка. Там хороший чистый пляж и чистый дом, прохладный, долго не цветет. Можно купаться даже в августе. Если будете в Волгодонске, обязательно заскочите в Цемлянск. Я очень люблю небольшие городки, у них своя неповторимая атмосфера. И нет ничего лучше, чем прогуляться по старому парку, где-то частично разрушенному. Не стоит ждать от них чего-то особенного, но неповторимая атмосфера царит в таких городах. Ну и, конечно же, там тоже есть водохранилище и великолепный вид на безграничное море моего. И мы, и все жители Цемлянска, Волгодонска называют водохранилище морем, потому что действительно очень похоже, красивые, точно такие же, как на море, закаты, воздух. В общем, я уверена, вам понравится. Всем желаю хорошего лета и не отчаивайтесь, если ваши планы на лето каким-то образом разрушились. В нашей области можно отлично отдохнуть, чего я вам желаю. Всем пока! Спасибо!